Первые такие весенние цветы появились у нас в оранжерее субтропиков. Душистые бутоны акации серебристые распустились в ботаническом саду на удивление всем садоводам. Расцветает обычно растение в начале марта на международный женский день. Букеты из ярких цветов полюбились многим женщинам. Вот в связи с таким потеплением, наверное, можно сказать, потому что на улице очень тепло, и плюс температура самой оранжерее, хотя это субтропик, она у нас зацвела очень рано нынче. Мы даже сами не ожидали. За три года это первое цветение акации в январе. В связи с потеплением растение словно почувствовало приближение весны, отмечают специалисты. По прогнозам синоптиков, теплая погода ожидается и завтра. В Казань пришел черноморский циклон. Мы находимся в подъянии циклона, которое пришло к нам как раз со среди зерного моря и Черного моря. И вот здесь основные осадки, вот теперь и так далее, все неприятности. Неприятности каковы? Это снежные заносы сейчас, сильный порывистый ветер. Обильные осадки и ветер до 20 метров в секунду. За сутки выпадет треть месячной нормы, сообщает метеоролог. Завтра на трассах прогнозируется гололедица и плохая видимость на дорогах. Инспекторы ГИБДД просят автомобилистов соблюдать скоростной режим. Ну, тяжеловато ездить в такую погоду. Буксуют уж машины медленные, соответственно, пробки уж, наверное, появляются. Какую скорость соблюдаете, примерно? 40. Лучше пускай снегопад, честно говоря, чем сляпать и греть вообще. Зима? Я сам рыбак, на рыбалку ездить невозможно. Камскучи слышали? Там по самой крыши зумело снегом все дома. Машины выйти не могут. Снегопад продлится до конца этой недели. 19 января на Крещенске морозы будет еще теплее. 0 градусов днем. А ночь у столбики термометров опустятся до 4 градусов. По наблюдениям синоптиков, за последние три года в Татарстане впервые настала отепель в январе. В прошлом году в праздник Крещения погоды была морозной. Минус 17. Марина Вахшева, Максим Зуйков, Телеканал Эфир.